Но вообще, коллеги, насколько нам всем проще жилось, когда у нас были гораздо более простые OCT. А тут появилась компания 3D-мет, привезла тут приборы, мы теперь мучаемся с ним. Но мы теперь пытаемся понять, а что же там такое происходит. Но в любом случае, мы переходим на абсолютно новый уровень визуализации сетчатки, причем, который нам позволяет оценивать не только морфологию, но нам также позволяет проводить количественную и качественную оценку кровообращения сетчатки при воздействии экстремальных факторов. И об этом нам расскажет Дмитрий Афанасьевич Подьянов. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня коллектив нашего института представляет вашему вниманию вышеуказанный доклад, посвященный количественной и качественной оценке кровообращения сетчатки человеку при воздействии экстремальных факторов. Цель нашей работы стала оценить сетчатку как биомаркер адаптации к экстремальным условиям летной нагрузки по параметрам OCT и ANGEO-ОКТ. В нашем обследовании приняли участие мужчины без офтальмологической патологии с имитропической рефракцией в возрасте от 25 до 37 лет. Это кандидаты в отряд космонавтов, имеющие за собой опыт летной работы от 5 до 10 лет. То есть они были подвижны воздействию экстремальных факторов летного труда. В первую группу мы включили пациентов с летной нагрузкой менее 65 часов в год, и средний налет их составил где-то от 300 до 1000 часов общий стаж. Во второй группе были включены более опытные специалисты, у них был налет более 65 часов в год, и средний налет достиг 1500 часов. Стандартное офтальмологическое обследование не выявило отклонений от нормы и подтвердило высокие зрительные функции у обследуемых. Исследование мы проводили на томографе RT-View XR Avanti фирмы OptoView в США. Оценивали сканы зоны сканирования 3х3 и 6х6 мм. Для анализа использовали ангио-КТ-сканы с качеством не ниже 8, большинство сканов выполнено с качеством 9-10, а ОКТ-сканы с CCI не ниже 70, то есть достаточно высокое качество сканов. Параметры слоя нервных волокон и комплексы гонолиозных клеток оценивали в указанных протоколах РНФЛ и GCC. В режиме ангио-Ретина исследовались параметры, характеризующие относительно плотность капилляров поверхностных сосудов в комплексе FOVIA vessel density и PARA FOVIA vessel density, а также FOVIA density. При анализе полученных данных было принято решение исключить из рассмотрения не оценивать показатель FOVIA vessel density, характеризующий относительную плотность капилляров в центральной зоне диаметром 1 мм, ввиду его высокой вариативности. Разврос данных составил до 35%. Также из анализа мы исключили шестерых испытуемых, у которых площадь FOVIA, на слайде показано, где это показано, оказалось меньше 0,16 мм квадратных. При оценке сканов были выявлены микроциркулаторные и структурные особенности строения сетчатки. В частности, это извитость сосудов, зоны дезорганизации внутренних слоев сетчатки. Наверное, не все это знают, так называемые дрилы. А также пигментная эпителиепатия представлена на слайде микрослойками пигментного эпителия и участками нерегулярности внутренней поверхности пигментного эпителия сетчатки. Но выявленные изменения не нашли зависимости от рётной нагрузки, но чаще всего встречались у пациентов старше 30 лет. Анализ величин фокальных и глобальных потерь ФЛВ и ГЛВ в зависимости от показателя рётной нагрузки статистической разности в морфологических изменениях между группами не выявил. Но всё-таки видна тенденция к снижению значения этих характеристик в зависимости от рётной нагрузки. Также в наших группах нашлось 5 глаз, у которых данные показатели прибор выявил, как отметил, как пороговые. Несмотря на то, что функциональное состояние органов зрения у пациентов, как я повторюсь, высокое. При анализе пара ФОВИА в Весел Денсити в зависимости от показателя рётной нагрузки отмечено снижение показателя плотности капилляров. На графике это видно, но однако это является недостоверным. И, наконец, анализ ФОВИА Денсити в зависимости от показателя рётной нагрузки показал достоверное снижение относительно плотности капилляров в 300-микрометровой зоне. В ФОВИА Денсити указана её картинка на слайде. И сделаем такие выводы, что выявленные морфологические аномалии сетчатки, дриллы пигментной петелиопатии и извитых сосудов можно рассматривать как биомаркер дезадаптации к лётной нагрузке. Также мы отмечаем тенденцию к снижению значений морфометрических характеристик ОКТ, глобальной и фокальной потери в зависимости от лётной нагрузки. А корреляционный анализ параметров анги ОКТ выявил достоверное значимое снижение значения ФОВИА Денсити при увеличении лётной нагрузки, испытуемой в исследуемой возрастной категории. Большое спасибо, Дмитрий Афанасьевич.